И еще одно подозрение в коррупции в ближайшее время будут расследовать детективы НАБУ. Речь идет об обогащении и махинациях одного из народных депутатов с двойным гражданством Вадима Рабиновича. Об этом заявил лидер социалистической партии Сергей Каплин. Не знал, не знал и забыл. Вадим, он же Давид Рабинович, в центре пристального внимания НАБУ. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил журналист Василий Кручак. Но такой интерес, по словам Кручака, не стал для одиозного нардепа лидера партии за життя сюрпризом. Наоборот, Рабинович об этом знал, готовился и не берег от посторонних глаз свой израильский паспорт. Оттуда нашей Фемиде его не выдадут. А скрывать есть что? Шикарная жизнь на широкую ногу для Рабиновича, как наркотик, которому он пристрастился. Роскошный особняк в самом центре столицы, аренда виллы в элитном районе под Киевом, регулярные вояжи за границу за круассанчиками. Хотим круассанчик съесть. Евгений, я честно рассказал, что мы хотели съесть круассанчик в этом невозможном заведении. Вип-отеле. Вот только недавний вояж в Швейцарию обошелся нардепу в 19 тысяч евро. А за чей счет? Ведь в его декларации крупных сумм нет. Он не раз заявлял, что в бизнесе интересов не имеет и денег не имеет, как волос на голове. Готовы ли вы пожертвовать всем своим состоянием ради благосостояния народа Украины? Хороший вопрос. Но пожертвовать состоянием? Ну давайте я пожертвую. У меня уже ничего нет от этого всего. А вот и оценка одного из народных депутатов. Мы уважно разом и своими коллегами-журналистами доследили способ жизни, коррупционную деятельность таких действий, как Рабинович. Съяснили, что выявляются, что эти несчастные церковные миши живут в маятках, которые имеют тысячи и тысячи квадратных метров. А вокруг этих маятков дорогущей украинской земли с ялинками, соснами, новыми будовами. Ездят на автомобилях, на кортежах целых автомобилей, броневанных, снова что-таки за державный кошт. Мают охранников по 20-40 человек, мают рахунки за кордоном, купляют себе целые острова за кордоном. Махинации и незаконное обогащение – далеко не все грехи за спиной Рабиновича. САП совместно с НАБУ возьмутся за главную наболевшую для украинских нардепов мозоль двойное гражданство Вадима Рабиновича. Ведь, как известно, сразу по два паспорта иметь в Украине запрещено, а политикам и чиновникам тем более. Эта норма записана у нас в Конституции, что мы должны иметь только украинские граждане. Это бомба, которая закладена, Мина, того, что эта людина априори работает не только на украинском государстве. Но пока детективы НАБУ разбираются с кредитной историей нардепа Рабиновича, он надеется отвлечь от себя дорогого внимания фейками от тех, кто его выводит на чистую воду. В грязной же воде надеется скрыться сам, но вряд ли. А мы вам дальше расскажем о том, кто и как его оттуда наконец-то вытянет.